Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Сегодня я предлагаю поговорить о том, как обеспечиваются закон и порядок на территории нашей области. Знакомьтесь с нашим гостем и присоединяйтесь к нам. Виктор Николаевич Морозов. Прокурор Гомельской области. Государственный советник юстиции 3-го класса. Родился в 1960 году в Реческом районе. Окончил Черниговский юридический техникум и Харьковский юридический институт. Проходил срочную службу в группе советских войск в Германии. Работал юрисконсультом. На службу в органы прокуратуры пришел в 1986 году. Занимал должности старшего помощника Реческого межрайпрокурора. Начальника отдела по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов прокуратуры Гомельской области. Заместителя прокурора Гомельской области. С июня 2008 года по октябрь 2016 года возглавлял прокуратуру Гродненской области. В нынешней должности с октября 2016 года. Награжден медалями за трудовые заслуги и за безупречную службу трех степеней. А также нагрудным знаком почетный работник прокуратуры Республики Беларусь. На вопросы, которые касаются деятельности прокуратуры Гомельской области, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 0232 340 043. Сообщение можно отправить в Вайбер. Номер плюс 375 29 340 043 3. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Добрый день. Сегодняшняя дата в истории нашей страны навеки. День памяти и скорби. 79 лет назад началась Великая Отечественная война. Я знаю, что для вас эта тема важна не только с профессиональной точки зрения, но она еще и глубоко личная. Вы участвовали в создании статей и книг на тему сохранения исторической памяти об этом периоде. Виктор Николаевич, над чем сейчас работаете? Поделитесь с нами, пожалуйста. Действительно, 22 июня – скорбный день для нашей страны. Каждый третий житель нашей республики погиб в эту страшную войну, поэтому, я думаю, знаковым мероприятием было вчерашнее посещение главой государства, открытие мемориального комплекса, сожженной фашистами деревни Ола, где погибло около двух тысяч наших граждан. Тема возмездия фашистских захватчиков за злодеяния, совершенные на нашей территории. Меня, как прокурора, как правоведа, больше всего интересует, поскольку у людей, которые пережили войну, у их наследников возникает резонный вопрос. А какое наказание фашистские захватчики, фашистские преступники понесли за те злодеяния, которые совершили на нашей земле? Я должен сказать, что сразу после войны в городе Минске, а потом в городе Гомеле состоялись открытые судебные процессы. Перед судом военного трибунала предстали фашистские преступники, начиная от генералов, заканчивая рядовыми, на руках которых осталась кровь мирных наших граждан, в том числе и по Зарицкому лагеру и так далее. В последующие годы наша Фемида рассматривала дела в отношении фашистских пособников, полицаев, которые тоже оказывали помощь, совершили злодеяния на нашей территории. Их постигла суровая кара закона. Если сегодня говорить о том, над чем я сегодня работаю, должен сказать, что в августе 1945 года в город Гречицу возвратились лица, которые в свое время были угнаны в Германию. И когда раскрылись творки одного из вагонов, речичане увидели бывшего начальника полиции, который все годы оккупации, как кажутся белорусы, сдекался над людьми. Вот. И вместо оркестра, в кавычках, это лицо, которое, не зная на что оно рассчитывало, было избито местными жителями. И, конечно, правоохранительные органы его арестовали. Значит, был проведен судебный процесс, и он был осужден к 20 годам лишения свободы, вот, с отбыванием на каторжных работах. Поэтому вот такая суровая правда войны. И мы сегодня должны эту правду донести до нынешнего поколения, чтобы они знали, что в той страшной войне есть и виновные, есть люди, которые понесли наказание. Да, и что, мне кажется, не может быть справедливого, равноценного наказания за ту бесчеловечность, с которой враг действовал на нашей земле. Ну, должен сказать, что... И не может быть оправдания. Да. А венцом, вот, Фемиды, это был Нюрнбергский процесс, где все прогрессивное человечество оценило те преступления, в том числе и со стороны вермахта, а не только карательных отрядов, как воинское преступление, как преступление против человечности. И вы знаете, главарь Третьего рейха понесли заслуженное наказание. И не могут быть эти идеи поддержаны, тем более в настоящее время, уже спустя такое количество лет, зная о таких жертвах, которые мы понесли. Спасибо большое за ваш ответ, Виктор Николаевич. У нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире, мы вас слушаем. Добрый день, Виктор Николаевич. Во-первых, хочу поздравить вас с наступающим праздником, День работников прокуратуры. Желать вам здоровья, благополучия, хороших, не знаю, как сказать, клиентов, посетителей, всего вам хорошего. У меня, я так красненько, такой вопрос. Я к вам обращалась 2 апреля по поводу недоплаты к пенсии 25% чернобыльской. Значит, я все сделала, как вы сказали. Было несколько заседаний советского суда. Решение вынесено в мою пользу. Но организация, у которой обращалась, вынесла апелляцию. Сейчас мне пришел ответ в прокуратуре за подписью Аи Гавриков. Конечно, никаких оснований. Составлено даже для меня, ни работника органов, некомпетентно. И вот я сейчас не знаю, на каком стадии мое заявление. Это длится уже почти год. Хорошо. Я как прокурор области, а я обладаю правом и надзорно о протестовании состоявшихся судебных решений по гражданским делам, обещаю, что мы будем последовательны в своей позиции в отношении вашего обращения. И, в конце концов, справедливость в отношении вас в суде восторжествует. Поэтому я вам дам отдельный ответ. Мы созвонимся с вами или письменно мы вам ответим. Спасибо. Спасибо, Виктор Николаевич. Я напоминаю, 340-043 номер телефона в нашей студии. Мы в прямом эфире. Виктор Николаевич, хотела бы продолжить начатую нами тему. Я знаю, что прокуратура области внесла в Гомельский облсполком предложение о том, чтобы провести дополнительные расследования в местах расстрела мирных граждан, которые проводились на территории нашего региона, и увековечить память о жертвах войны. Эта работа уже идет? Ну, начну издалека. Еще год назад я дал поручение подчиненным прокурорам, чтобы в местах, где захоронены советские солдаты, мирное население, проверить, как их память увековечена, в каком состоянии памятники. Прошел год, мы провели контрольную проверку, я должен с удовлетворением сказать, что местные органы власти и управления на местах приняли решение. Сегодня в надлежащем виде эти памятники, места захоронений. Вот. Есть, конечно, недоработки. Не всегда списки по захороненным сегодня с теми данными, которые содержатся на обелисках, на обелисках совпадают. Мы поручили еще раз уточнить эти списки и нанести на памятниках те имена и фамилии, родственники которых сегодня интересуются, где же захоронены их герои-предки. Вот. И здесь мы столкнулись, но я считаю, мы должны дань погибшим тем же гомельчанам воздать, когда 30 тысяч гомельчан, которые приблизительно были расстреляны во время оккупации в окрестностях города Гомеля, сегодня места этих захоронений неувековечены. Нет обелисков, нет сегодня крестов. Вот. А время от времени, вот, в ходе каких-то работ мы натыкаемся на останки этих захоронений, на останки людей. Поэтому мы вышли с предложением в обл. и с полком, в горе с полком и подключили православную церковь, чтобы обозначить эти места, чтобы поисковый отряд, который сегодня в Министерстве обороны есть, он провел изыскательские работы, раскопки. И мы спустя 75 лет воздали должное вот этим невинно убиенным нашим землякам. Ну, это работа, конечно, не одного года. Не думаю, что... Она очень сложная. Не думаю, что удастся, да, ее в течение какого-то короткого времени завершить. Будут время от времени все равно эти еще факты. Ну, мы надеемся на поддержку общественности. Я думаю, вот, на примере ОЛА, когда все гомельчане на субботнике, да и просто внесли свои пожертвования, и в кратчайшие сроки был возведен этот комплекс. Поэтому, я думаю, вот те места, которые в районе Черниговского шоссе, в районе Реческого шоссе, там, где были массовые расстрелы, память о людях будет увековечена. Да, на самом деле, очень часто на такие места указывают местные жители, которые были свидетелями каких-то событий, что-то знали, там, видели. Эти места обозначены, поскольку в январе 45-го года закончила работа работу комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских оккупантов в городе Гомель, и там эти места обозначены, мы точно знаем ориентиры, поэтому надо провести вот такую работу, которую я уже сказал. Ну, а по поводу сохранения памятников, мемориалов, их состояния, журналисты знают о том, что когда у нас бывают делегации из других государств, то люди обычно это отмечают. Насколько у нас они в порядке, насколько у нас они красивы, значимы, там всегда есть цветы, венки, туда всегда идут люди. И это вот сейчас приводит в восхищение. Здесь, мне кажется, это действительно повод уважать нас и гордиться нашим народом. Уважать нашу историю и говорить правду о войне, я думаю, призваны эти места, о которых мы говорим, и многие памятники сегодня имеют таблички о том, что это историческая ценность. Ну, а задача нынешнего поколения поддерживать их в надлежащем состоянии. Да, ну, кстати, если вдруг что-то где-то не так, то об этом тоже местные жители, наверное, первые сигнализируют. Ну, и на местах сельские советы, на местах органы исполнительной власти, райисполкомы видят, знают, стараются, тем более юбилейные даты обязывают нас к этому. Да. 26 июня особенная дата для работников органов прокуратуры будет отмечаться с 98-я уже годовщина со дня образования об основных направлениях деятельности. Прокуратура у нас подготовлен сюжет, предлагаю всем вместе его посмотреть. На рабочем совещании у прокурора Гомеля Юрия Булынка разговор о самом актуальном. В деятельности прокуратуры несколько направлений и каждая из них на постоянном контроле. Надзор за органами уголовного преследования на стадии расследования и оценка полноты собранных по делу доказательств. Надзор за правильностью исполнения правовых актов, в том числе со стороны органов власти. Плюс обязательное реагирование на поступающие от населения жалобы. Среди особенностей последних лет преступления, связанные с компьютерными технологиями. Здесь и вымогательство после вскрытия личных страничек в интернете и снятие денег с банковских карточек после того, как мошенники узнают реквизиты. Есть в работе прокуратуры и так называемые сезонные особенности. Например, летняя занятость несовершеннолетних. Практически одну треть от всех совершаемых преступлений на территории города Гомеля составляет хищение. Это, наверное, самый такой основной вид регистрируемых преступлений. Традиционно особое внимание уделяется умышленным насильственным преступлениям против личности. Это и факты убийств, причинение тяжких телесных повреждений. Конечно, преступления в общественных местах, потому что с ними наиболее часто сталкиваются граждане. Это хулиганство, как правило, повреждение умышленного имущества. Поддержание гособвинений в судах для сотрудников прокуратуры среди основных направлений служебной деятельности. Это совсем непростая работа. И дело даже не в том, что приходится принимать участие в часто многочасовых служебных заседаниях. К каждому из них еще необходимо тщательно подготовиться, плюс оперативно реагировать на вновь открывшиеся обстоятельства. Здесь нужны компетентность, способность анализировать и просто хорошая память. Помощник прокурора Гомеля Светлана Мороз в органах прокуратуры три года. На прошлой неделе, например, поддерживала гособвинения на четырех судебных заседаниях. Говорит, что вообще приходилось знакомиться с разными делами. Однако, когда речь идет о гибели людей по вине пьяных водителей, к этому невозможно привыкнуть. По данному делу проходило лицо обвиняемый, который грубо нарушил право дорожного движения. Во-первых, был в состоянии гогольного опьянения, у него была средняя тяжесть 1,6 промилле. Также у него была превышена скорость. Проехал на красный сигнал светофора и вовремя не остановился в листоплинии. Все это находилось в причинной связи с последствиями, которые выразились в том, что обвиняемый выскочил на перекресток и сбил переходившую на зеленый разрешающий сигнал светофора на пешеходном перехрестке пострадавшую. Ей были причинены тяжелейшие повреждения, несовместимые с жизнью и в дальнейшем в карете скорой помощи она скончалась. Отдельный блок в работе прокуратуры – борьба с коррупцией. В прошлом году в Гомеле количество подобных дел увеличилось почти на треть. В основном за счет трех раскрытых резонансных схем. Первой в прокуратуре Гомеле называют факты хищения в комбинате школьного питания. Согласно материалам дела, заведующая складом по предварительному сговору с иными работниками, а также индивидуальными предпринимателями, совершила хищение продуктов, которые предназначались для питания гомельских учащихся. По подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями были задержаны 11 человек. Еще одно возбужденное коррупционное дело назвали делом подшипников. Его суть в том, что на некоторых гомельских предприятиях осуществляли закупки запасных частей у поставщиков продукции подконтрольных индивидуальным предпринимателям. При этом надбавка посредников в некоторых случаях доходила до 800%. За такие операции руководители получали премии в народе, да и среди самих правоохранителей, называемые откатами. За откаты сотрудничали с предпринимателями и руководители некоторых медицинских учреждений города. Старший помощник прокурора Константин Шапочкин напоминает, речь шла о закупках дезинфицирующих средств. Для некоторых главврачей дело закончилось конкретными тюремными сроками. В том числе осуждены два главврача учреждения здравоохранения областного подчинения. Тут не лишним будет отметить, что с точки зрения законодательства минимальный размер взятки не определен. Лицо, которое условно взяло взятку грубо говоря 10 рублей, 100 рублей и 10 тысяч с высокой долей вероятности будут находиться или могут отказаться в одной камере. Объясню почему. С точки зрения уголовного закона общественно опасность взяточничества заключается не в суммах взятки, а в самом факте подкупа должностного лица. То есть в том, что оно продалось. За сколько? Вопрос уже второго порядка и определяющего значения для отнесения того или иного поступка к преступному значения не имеет. К слову, как и сказать, наличие либо отсутствие ущерба. В данном случае также значения определяющего не имеет. Вы смотрите диалог. У нас в гостях прокурор Гомельской области, государственный советник юстиции 3 класса Виктор Николаевич Морозов. Виктор Николаевич, для многих людей без высшего юридического образования коррупция – это прежде всего взятка. Ассоциация такая. А борьба с коррупционными преступлениями – это наказание взяточника. Но это ведь только один из видов коррупционных проявлений. Расскажите, пожалуйста, с чем приходится и в каких сферах встречаться? Ну, вот только что в сюжете показали городскую прокуратуру. И мои подчиненные достаточно, я думаю, содержательно рассказали о той работе, которую проводят сегодня органы прокуратуры, как организующий орган по борьбе с коррупцией. Я иногда задумываюсь о корнях коррупции. Почему? Почему? Иногда люди и заработную плату получают нормальную, но почему-то соблазняются и получают взятки, совершают хищения и другие коррупционные преступления. Дело психологии. Еще. Мы должны переломить психологию нашего населения, которое думает, что с помощью взятки можно решить вопрос с поступлением в учебное заведение, с лечением в больнице, с сдачей экзаменов в учебном заведении, получением какой-то справки, получением жилья и так далее. К сожалению, наше население я бы назвал вот эти мелкие подношения поборами, да, когда вот я вышел из больницы, врач хороший, я хочу его отблагодарить. Да не нужно это делать. Я думаю, тот же врач, кстати, в условиях пандемии будет вам в два раза более благодарен, если вы в газету направите сообщение и поблагодарите врачей, которые, ну, спасали ваше здоровье, вашу жизнь. Поэтому точно так же и по учителям, вот сейчас закончился учебный год, кстати, тут тоже не нужно перегибать палку, поскольку некоторые даже боятся, чтобы учителям вручали ученики букеты цветов. Но это другая крайность. Да, это другая сторона. Я думаю, не нужно в этом плане переусердствовать, поскольку за это еще никого не наказали, и уголовные дела по взяточеству не возбуждали. Но страшнее всего для государства, президент об этом неоднократно говорил, коррупция разъедает экономику, ведь сегодня те фермачи, которые поставляют на государственные предприятия, здесь речь шла о подшипниках, где средства, другие какие-то ветпрепараты и так далее. Схема очень простая. Как правило, головное предприятие в Минске, там менеджеры по каждому региону получают задачу выехать и наладить контакты с госпредприятиями, как правило, им для этих целей выдаются определенные денежные средства и за определенный процент поставленной или приобретенной продукции идет так называемый в народе откат, вот, эта система работает годами. А потом, когда доходит до возбуждения расследования и судебного рассмотрения уголовных дел, как правило, тот, кто дает взятку, он идет на сотрудничество с правоохранительными органами, а тот, кто получает взятку, сегодня вот речь шла о врачах и руководителей государственных предприятий и из области здравоохранения, вот, они предстают перед судом, получая длительные сроки лишения свободы. Поэтому сегодня надо хорошенечко задуматься и тем, кто дает взятки, чем это чревато, и тем, кто берет взятки. И я должен сказать, государство идет сегодня по пути совершенствования, чтобы те фирмы, которые увлечены сегодня в коррупции, тоже несли ответственность, и чтобы они по заявлениям прокуроров в судебном порядке прекращали свою деятельность, поскольку они себя скомпрометировали. Вот, что я хотел сказать. Ну, полностью справиться с коррупционными проявлениями пока не удалось ни одной стране. Ну, люди, наверное, они везде люди. Еще и психологии. Здесь, может быть, и наука наша не дорабатывает на стеке наук, правоведение, психология. Поэтому нужны какие-то научные исследования, и я еще раз говорю, мы должны переломить психологию как дающих взятку, так и берущих. Виктор Николаевич, есть вопросы достаточно объемные и сложные, которые пришли на наш Вайбер. Обязательно я все вам передам. Одно из них касается того, что, как я понимаю, прокуратура не приняла обращения, потому что не были уплачены две базовые величины госпошлины. И очень просит человек отнестись с пониманием. Вопрос в суде рассматривается в общем-то достаточно вроде бы простой. Бездомная собака задушила у соседа двух куриц, а речь идет о десяти базовых штрафах. Что делать? Насколько я понимаю, на этого гражданина наложено административное взыскание. А я уже говорил о том, что я, как должностное лицо, обладаю правом надзорного протестования как по административным делам, так и по гражданским и уголовным делам. И законодательстве прописано в том же налоговом кодексе по каждому случаю обращения ко мне, как должностному лицу, уплата госпошлин. Вот. Но есть случаи, когда материальное положение гражданина престарелый возраст не позволяет ему заплатить государственную пошлину, поэтому этот гражданин пишет дополнительное ходатайство об освобождении или частичном освобождении от уплаты госпошлины. Я принимаю решение с учетом его материального положения. Так и здесь две базовых величины может быть для кого-то это небольшая сумма, но если человек живет на одну пенсию и случились вот такие обстоятельства, то будет ходатайство, будут приложены справки о размере пенсии. Рассмотрим это ходатайство. Хорошо. Я могу пообещать нашей телезрительнице, что свяжутся, да, представители прокуратуры с ней свяжутся для выяснения всех обстоятельств этого дела. Есть еще обращение, которое касается аварийного дерева. Человек обращался в РЭУ на горячую линию, дерево сгнило, учитывая сегодняшнюю погоду, когда возможно и усиление ветра, ну, не дай бог кому-то оказаться в это время рядом с этим деревом. Вот в такой ситуации, когда есть указан конкретный адрес, как действовать, если оставляют без внимания такое обращение? Я начну издалека. За прошлый год в органы прокуратуры области почти обратилось 11 тысяч граждан. И должен вам открыть тайну, что только 200 человек оперативных у меня сотрудников по всей области, только 200 человек. И вот такой поток граждан, порядка 30% жалоб граждан мы удовлетворяем, когда их рассматриваем. Это говорит, во-первых, о кредите доверия со стороны населения к нашим органам, ну и, к сожалению, приходится рассматривать вот такие обращения, где аварийное дерево и так далее. Мы придаем важность и таким обращениям. Не дай бог, завтра это дерево упадет, стихия, вы знаете, к чему приводит, и не дай бог, пострадают люди, ну тогда мы уже будем разговаривать, наверное, на другом языке, с помощью уголовного кодекса в отношении тех должностных лиц, которые не выполнили свои обязательства, работники жилищно-коммунального хозяйства. Поэтому вот эти обращения мы обязательно возьмем на контроль, и я думаю, комиссия района, администрация района выйдет на место, составит соответствующий акт, и будет произведено удаление этого дерева. Спасибо большое за внимание к проблемам, с которыми люди обращаются, справедливость и законность, основные принципы, на которых базируется работа прокуратуры, но, к сожалению, люди друг к другу далеко не всегда бывают справедливы. Виктор Николаевич, я хотела бы обсудить сегодня тему, которую обычно мы с вами не затрагивали. Это несправедливое, незаконное увольнение. Субъективно кажется, что таких ситуаций в последнее время стало больше, наверное, потому что о них чаще говорят и пишут. Всегда. Я 34 года работаю в прокуратуре, и в советское время, и сейчас, и законодателем, и вот, знаете, требования главы государства, последние по поводу незаконных увольнений, всегда этому вопросу уделялось повышенное внимание. Всегда и в советском законодательстве, и в белорусском такие дела гражданские рассматриваются в суде с участием прокурора. Поэтому мы всегда имеем свое мнение по таким делам. Статистика многих лет показывает о том, что порядка 50% обращающихся в суд восстанавливаются на работе, суд выносит решения восстановить их на работе. Вот прошлый год и этот год у нас 38 решений суда постановлено, по которым граждане восстановлены на работе, а прокурор поступает по государственному, предъявляется к тем руководителям, которые допустили незаконное увольнение, регрессные иски, и они платят, извините, со своего кармана за то, что незаконно человека уволили, а человек за счет предприятия ему выплачены деньги за вынужденный прогул. Вот таких у нас 19 исков, порядка 80 тысяч рублей, вот такие неравидевые руководители оплатили, поэтому я еще раз говорю, это характеризует не только государственное предприятие, но и частное предприятие, потому что суд и только суд сегодня может восстановить человека на работе. Ну, это, знаете, вдохновляет такое внимание, и когда ты знаешь, что ты действительно под защитой, твои права будут отстаивать, и никто не имеет права в отношении тебя приступать к какую-то границу. Ну, должен отметить еще и роль профсоюзов. Да. Сегодня наши официальные профсоюзы довольно активно и часто обращаются в суды, заявляют такие иски в интересах той отрасли к тому обкома профсоюзов, к которому относится этот работник, и я должен отметить их несомненную роль. Действительно, и вы работаете достаточно в тесном, плотном сотрудничестве с профсоюзами. Виктор Николаевич, у этого года вообще есть особенности, наверное, во всех сферах жизни. Это пандемия COVID-19. Какие задачи на себя взяла прокуратура? Приходилось ли рассматривать дела, связанные вот с последствиями нынешней эпидемиологической ситуации? Ну, вы знаете, что наше правительство оперативно приняло постановление, где были прописаны нормы по самоизоляции и те требования, которые предъявляются к больным или тех, кто подозревается в этой болезни. Вы понимаете, для чего это делается. Сегодня органы санэпиднадзора и органы внутренних дел отслеживают тех, кто не соблюдает эти нормы и должен сказать, что на сегодня уже составлено 122 протокола. Чаще всего органы внутренних дел составляют эти протоколы, когда лица, которые находятся на самоизоляции, покидают жилище, нарушают те нормы, которые прописаны. И вот эти 122 человека наказаны сегодня штрафами. Поэтому прокуратура видит свою роль и вмешательство в тех случаях, когда органы, которые призваны соблюдать закон, свои функции не выполняют. Вы помните, на начальной стадии мне приходилось делать заявление о том, что и в рамках существующего законодательства на тот момент, на начальной станции стадии органы санэпиднадзора должны были умешиваться и дисциплинировать наших граждан, чтобы вот эта пандемия не получила большого распространения. Мы сегодня поправляем и те органы, которые призваны смотреть за транзитным транспортом. Вы знаете, что тем же постановлением Совета Министров определены заправочные станции и тот сервис, который оказывается для транзитного транспорта, к сожалению, дальнебойщики не все соблюдают. И мы сегодня с помощью видеокамер, которые на наших заправках установлены, там, где не предусмотрена остановка транзитного транспорта, отслеживаем этот транзитный транспорт, ставим известность те органы, которые призваны составлять протоколы и так далее. То есть вот мы видим свою задачу в этом. А еще в этот период, когда школьные каникулы, у детей много свободного времени, прокуратура тщательно следит за тем, чтобы не допустить случаев гибели и травматизма несовершеннолетних. А у подростков бывают совершенно экстремальные развлечения или в компании, или ради так называемого хайпа, как сейчас говорят, для популярности в сети. Можно что угодно сделать. Недавно молодой человек поджег на себе одежду, бросился в водоем для того, чтобы снять об этом ролик. Виктор Николаевич, расскажите, пожалуйста, какое внимание уделяется тому, чтобы в молодежной среде не допускать таких опасных увлечений и развлечений? Нас встревожила обстановка прошлого года, где у нас был очень большой рост уголовно наказуемых хулиганств. Мы буквально на прошлой неделе сделали обобщение правоприменительной практики по этой статье. Ситуация в этом году выравнивается, у нас уже роста нету по данному виду. преступлений, но это не дает основания самоуспокаиваться органам, которые применяют это законодательство. Вы правильно заметили, что молодежь в погоне за тем, чтобы проявить себя, идут вот на такие шаги, как поджигают себя, бросаются в воду. Должен сказать, что органы внутренних дел оперативно высчитали этого молодого человека, и он понес административное взыскание за хулиганство, поскольку взбудоражил людей, и которые рядом с ним были, и в интернете смотрели. Мы сегодня обеспокоены тем, что возле танка на площади восстания молодежь там гонки устраивает. Мы сегодня успах, тоже это в интернете показано в районе супермаркета по улице Хатаевича, там молодежи устраивают мордобой. Сегодня мы мониторим вместе с другими органами, чаще всего органами внутренних дел то, что показывают в интернете и даже та женщина, которая по улице Советской сына на роликах на своем авто провезла и показала всему миру, да, какие мы крутые, да, ведь это закончилось тоже административным процессом и крупные штрафы по линии ГАИ на эту женщину, которая управляла транспортным средством наложены. Поэтому все отслеживается и должен сказать, что и призвать те органы, которые сегодня призваны заниматься досугом нашей молодежи, школьной молодежи, студенческой молодежи, все-таки больше внимания уделять в молодежной среде, поскольку всегда молодежи было присуще проявить себя на какие-то подвиги. Пускай они лучше благоустраивают памятники погибшим воинам, пускай они делают что-то полезное для нашего общества, пускай работают мотокружки, пускай работают другие виды спорта, чтобы они шли в спортзал, в бассейны. Выбор широчайший сегодня. Совершенно верно. Вот занимались спортом. Но вот точно не такими роликами стоит привлекать к себе внимание. Совсем уже немного времени у нас остается, хотелось бы еще выслушать людей, героев нашей рубрики есть мнение. Мы спросили вот о чем. Я думаю, что если хочешь узнать, насколько человек позитивно настроен к какому-либо явлению, то спроси у него, а хотели бы вы такое себе или своим родственникам? Поэтому мы задали вопрос людям на улицах, хотели бы вы, чтобы ваши родные работали в органах прокуратуры? Мне очень нравятся работники прокуратуры, у меня там знакомые работают, и вообще они очень хорошо относятся, люди порядочные, аккуратные. чтобы работали, у меня внуки, я не знаю, хотят одеть идеи, но пускай бы работали, я не знаю. А что хорошее в этой работе? В прокуратуре? Ой, ну так что, мне кажется, они защищают немножечко нас как-то, но это же власть, все же, я так думаю. У меня сын закончил академию МВД, работает в милиции, поэтому я нормально отношусь ко всем этим структурам. Нет, там работа сложная. А как вы считаете, эта работа больше тяжелая или больше опасная? Ну, я сказал бы, скорее всего, тяжелая, чем ее, ежели опасно в прокуратуре работать. Виктор Николаевич, а в чем основные сложности в работе в прокуратуре, как вы считаете? Ну, есть социологическое исследование, что наиболее нервные перегрузки испытывают врачи и юрист. Поэтому мы себя относим к юридической профессии. Действительно, если со стороны может показаться, что у нас консервативная, статичная работа, то, поверьте, принимать решения судьбоносные для людей очень тяжело, и надо, ну, хорошенечко все взвесить, чтобы принять правильное и законное решение. Да, это действительно очень большая ответственность, потому что несправедливое решение может сломать человеку жизнь. каким трудностям стоит быть готовым молодому человеку, который только начинает свой профессиональный путь, выбрал профессию юриста, видит себя в органах прокуратуры? Вы как наставляете вашу молодежь? Еще работая прокурором Гродницкой области, у меня было тесное сотрудничество с местным университетом, и мы приглашали психологов и проводили тренинги по тех нештатных ситуациях, которые с нашими молодыми специалистами могут быть. Давали вводную, давали конкретную вводную, и как ты в этой конфликтной ситуации себя поведешь, и какое правильное решение ты должен принять. Такую же традицию мы и проводим в прокуратуре Гомельской области, потому что молодые люди после студенческой скамьи не всегда готовы к тем перегрузкам, которые им предстоит работы в наших структурах переносить. Поэтому мы их готовим не только юридически, но и психологически, а всегда, когда молодые люди приходят к нам, я всегда им желаю терпения, умения выслушать людей, не торопиться с принятием решений, меньше эмоций, потому что вы знаете почему? Потому что цена очень велика. Совершенно верно. Да. Каждого принятого решения. Виктор Николаевич, замечательное напутствие, его можно адресовать и не только молодежи, но накануне профессионального праздника, что бы вы хотели сказать вашему коллективу? Начну с ветерану, поскольку по нашим подсчетам, в послевоенные периоды на сегодняшний день через прокуратуру Гомельской области прошло более тысячи человек. Часто это люди, которые посвящают всю свою жизнь нашей профессии. Хотел бы их поблагодарить за те годы, за то здоровье потраченное, иногда с лишениями, а еще когда у нас было следствие, когда наши следователи денно и нощно выезжали на тяжелые, на тяжкие, особо тяжкие преступления, это тоже наши люди, вот, я их хотел поблагодарить, хотел бы поблагодарить за их, можно сказать, ратный труд, пожелать им здоровья, благополучия, знаете, мы вас помним, ценим, ну и по возможности будем оказывать вам внимание. Ну, а молодежи, молодежи, тем, кто сегодня дежурит в прокуратуре, тем, кто сегодня идет поддерживать государственные обвинения в суды, тем, кто сегодня идет на проверки предприятий, тем, кто сегодня надзирает за органами дознания, следствия, тем, кто сегодня надзирает за исполнением законодательства на транспорте и в войсках, это тоже мне подчиняется структуре, я хотел бы пожелать дальнейшего профессионального роста и чтобы их заслуги были оценены по достоинству, стабильности в работе, стабильности в заработной плате, ну и побольше людей, которые будут писать на мое имя и обращаться устно и благодарить наших людей, наших сотрудников за ту помощь, которую мы оказали восстановление нарушенных прав наших граждан. Виктор Николаевич, спасибо огромное за сегодняшний диалог. Примите мои поздравления с наступающим профессиональным праздником и с присвоением высокого звания заслуженный работник органов прокуратуры Беларуси. Спасибо. У нас в гостях был прокурор Гомельской области, государственный советник юстиции третьего класса Виктор Морозов. Спасибо вам за внимание. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова